шалом нужна ли мне община верующие обычно если и задают этот вопрос то в самом начале пути и разумеется так или иначе находит ответ как правило утвердительный однако бывает что со временем человек разочаровывается если не в самом боге не в вере то в других вещах имеющих отношение к вере и община одно из таких потенциальных разочарований если это происходит то вопрос о том нужна ли община если да то зачем и какая снова появляется на повестке их дня для нас израильтян он тоже актуален этот вопрос дело в том что по некоторым данным в израиле есть немалое количество верующих которые они хотят ходить ни в какую мессианскую общину некоторые из них предпочитают традиционные христианские конфессии и начинают посещать богослужение в католической православной лютеранской или англиканской церквях на их счастье в израиле по крайней мере католические есть и лютеранские приходы где служба идет на иврите но это мизерный процент а большинство не желающих быть в существующих мессианских общинах насколько я предпочитаю понимаю они предпочитают неформальное общение по домам с друзьями ну конечно наверняка есть и такие кто вообще считает веру делом сугубо частным и ограничивается либо исключительно личной духовной жизнью либо в лучшем случае молитвой и духовным общением в кругу семьи или с одним двумя близкими друзьями да и среди тех кто все-таки посещает собрание той или иной общины регулярно есть люди мотивированные чем угодно но не верой в то что эта воля божья лично для них одни приходят потому что испытывают постоянные финансовые затруднения община в принципе иногда может своим членам помочь другие ради детей которые с удовольствием ходят на детское или молодежное служение третье потому что у них вообще не друзья и это единственный или по крайней мере очень важный способ как-то поддерживать отношения с этими друзьями то есть это в общем ради дружбы делается четвертое приходит на собрание для того чтобы не подпортить свою репутацию благонадежного мессианского верующего такого кошерного у которого все что должно быть у порядочного верующего в жизни есть и под репутацию которая по тем или иным причинам важна для них мало ли в каких ситуациях 5 приходит просто по инерции которая выработалась годами по привычке и так что мы видим деньги дети дружба репутация привычка в общем все что угодно но не вера в бога это не значит что человек не верит в бога вообще который вот руководствуется одним из этих мотивов приходя на собрание общины вполне возможно он верит и верит очень искренне однако эта вера не является основным фактором мотивирующим его посещать собрание общины и так или иначе участвовать в ее жизни другими словами что получается и получается что есть большой шанс что когда черная полоса финансовых трудностей останется позади или когда дети вырастут и сделают свой собственный выбор в вопросах веры и и вообще все прочие перечисленные факторы перестанут быть перестанут быть актуальными друзья разъедутся по другим городам и так далее привычки вдруг поменяются когда все это произойдет в один прекрасный такой день человек возможно перестанет ходить в общину у него просто исчезнут все те мотивации которые у него были до сих пор во всяком случае он перестанет ходить в эту конкретную общину которую он посещает сейчас и тогда перед ним снова встанет вопрос а теперь ты нужна мне община по-прежнему но если нужна то зачем и какая ну а если вдруг таких вот людей вот в конкретной общине наберется критическая масса и они решат покинуть общину более-менее одновременно или вызовут цепную реакцию себе подобных которые пока что сидели ни о чем не думали а тут глянь один ушел другой ушел то вопросы вскоре начнут возникать также и у руководства этой общины о том что вообще происходит и как жить дальше вот это было вместо предисловия ну а теперь попытаемся ответить на сам вопрос если сформулировать его чуть иначе и спросить ощущаю ли я свою нужду в общине то ответ по крайней мере ответ зачастую будет нет потому что поход в общину для меня это не завтрак не теплое одеяло и не поцелуй жены нужду в которых я могу ощущать соответственно там утром на голодный желудок холодной ночью или в заграничной командировке приходя вообще ну я сплошь и рядом ничего особенного не ощущаю и не руководствуясь ощущениями планируя поход туда в субботу я подчеркиваю это полка той простой причине что живем то мы сегодня с вами так называемой культуре потребления идол этой культуры это наши я хочу мне нужно мне нравится но еще есть вот такой идол который выражается фразой у нее есть так почему нет у меня или у него есть почему нет у меня ну и так далее то есть в этой культуре все вертится вокруг меня моих желаний и моих приятных ощущений моего комфорта моих потребностей и моих приятных эмоций связанных с удовлетворением этих потребностей в рекламе например да показывают что показывают красивую вкусную еду которую ужасно хочется пожевать и проглотить показывают красивую полуодетую женщину сидящую на капоте красивого автомобиля в котором очень хочется прокатиться и красивого пастора одетого в стиле casual то есть не строго без галстука в рубашке с расстегнутым воротом или даже просто футболке он стоит на красивой сцене рядом с красивой современной аппаратурой на лице его красивая улыбка и он держит в руке конечно же красивую библию и засывает вас свою красивую церковь ой простите оговорился свою красивую мессианскую общину или синагогу и ну или хотя бы на его красивый сайт в интернете где вы найдете массу великолепной религиозной продукции в самых разных форматах для любого возраста и на любой духовный вкус и разумеется по вполне доступным ценам я говорю о том что культура потребления проникла в нашу религиозную жизнь хотим мы этого или нет и поэтому мы зачастую подходим к посещению общины скорее всего неосознанно как посещению религиозного супермаркета призванного удовлетворить нашу религиозную потребность вот к примеру икея прекрасное место для семейного времяпрепрождение удобная парковка прекрасная детская игровая площадка внутри красивая безопасная уютные и доступные по ценам кафетерий где предлагают к тому же еще заморскую еду нечто особенно ну и само собой все для дома и для офиса вот такой должна быть и община сплошная приятность удобство и комфорт для всех и во всем музыка пение проповедь детское и молодежное служение аппаратура парковка улыбчивый предупредительный штат одним словом место в которое тебе захочется вернуться место на которое ты подсядешь как садятся на иглу и где с удовольствием будешь проводить пару часов в неделю больше не обязательно потому что все что там происходит это приятно и бесплатно ну а ты как порядочный человек со временем сам поймешь конечно что в корзинку которую пускают передам очень ненавязчиво надо бы что-то положить и положишь и останется такое хорошее чувство вот и от меня есть польза в общем все прекрасно все сыты и все всеми довольны в том числе все довольны самими собой я совсем не хочу сказать всем этим все это иронии что вообще не должно быть что-то неприятное обязательно или что руководитель или проповедник должен быть при галстуке а иначе это не община упаси боже но посещение общины или собрание это что-то другое по моему и тогда что же это и вообще что такое сама община если это не некая религиозная икея прежде всего давайте договоримся что когда речь идет о господи боге и его планах на нас и на нас нашу жизнь наши ощущения которые мы так любим прислушиваться в нашей наш век культуры потребления наши ощущения в качестве источника информации хороши но лишь до определенного предела какой-то момент они подведут нас если мы не хотим сбиться с курса нам придется обратиться за информацией к более надежному источнику к священному писанию уж простите за такую банальность но без нее здесь никуда а писание все писание начиная с обетования авраму говорит о том что был хочет чтобы у него был народ конечно любой народ состоит из отдельных людей и конечно на примере того же аврама мы понимаем что личная вера это то есть чего в отношениях с богом все начинается но ни в коем случае не заканчивается если в танахе о мистической связи существующей между всеми членами народа израиля говорится только намеком то в новом завете о взаимоскрепляющих связях существующих между членами тела мессии то есть верующими в ешо сказано прямым текстом вера мессии ешо соединяет меня как с ним самим так и с другими верующими в него невидимым но совершенно реальным образом эта связь настолько же реальна как и связь существующая между мужем и женой вместе мы образуем единое тело головой которого является сам ешо как именно устроена эта связь вопрос излишний мы этого не поймем никогда это тайна нашему уму недоступная но это не требуется от нас требуется принять эту истину как факт и строить свою жизнь в соответствии с ней что же это значит практически прежде всего это значит что у нас есть взаимоотношения с другими верующими иначе говоря полноценная жизнь верующего человека это жизнь в общении с другими верующими верующий одиночка это не нонсенс в таких экстремальных ситуациях как тюремные заключения служба на подводной лодке и так далее но вообще это такой же нонсенс как нормально функционирующая рука которая отрезана от тела любой орган будучи отделенным от тела умирает и причем довольно быстро и вот здесь что-то похожее ну возможно все это не вызывает у вас никаких возражений может быть кто-то какой-нибудь мессианский диссидент скажет а я и не одиночка я встречаюсь с верующими друзьями регулярно даже мы вместе с ними читаем тонах и новый завет мы рассуждаем над прочитанным мы молимся и даже хлебопреломление совершаем чем же это вам не община все как в книге деяния апостолов преломляем хлеб по домам в простоте и веселье сердца нам так хорошо вместе у нас такое потрясающее духовное общение мы такие откровения получаем разбирая тору на иврите чем мы хуже вас тем что не слушаем проповеди вашего пастора что ли пастор и его проповеди это отдельная тема но вначале нужно сказать вот о чем такие группы формируются как правило самими ее участниками которые подбирают кого угадайте с трех раз себе подобных иными словами меры всех вещей в таких группах остается человек с его вкусами и предпочтениями пускай вкусами и предпочтениями богословскими или духовными какая разница сути дела это не меняет это все равно его личные человеческие вкусы и предпочтения это с одной стороны а с другой меча община мессии это место где царствует не человек а сам мессия что это значит призвав петра и андрея следовать за собой ешуа не советовался с ними понравится ли петру и андрею общество иакова и иоанна и что они думают по поводу политических взглядов шимана зилота он выбрал себе ученики людей которые сами никогда бы друг друга скорее всего не выбрали ну подумайте ну какой здравомыслящий человек захотел бы долго находиться в обществе фомы если бы право выбирать предоставили им они бы выбрали так как мы выбираем себе друзей людей нашего круга по себе так можно выбирать мужа или жену так можно выбирать друзей в обычном мирском смысле этого слова но в царстве божьем дружба основывается не на наших взаимных личных симпатиях и даже не на сходстве проблем взглядов и интересов а на выборе господа и нашем послушании ему господь очень часто соединяет вместе людей которые кажутся чисто по-человечески несовместимыми его цель при этом научить нас любить других так как любит нас он сам своей любовью которая по-гречески называется агапы научить любить тех кого нам любить нелегко или трудно или просто невозможно кого любить чисто по-человечески то есть любовью филио мы не можем потому что уж слишком разные мы и вот эту цель единственную по-настоящему важную большинство таких мессианских тусовок перед собой не ставят а значит и общиной их называть не совсем правильно мягко выражаясь мы продолжим этот разговор через неделю спасибо шалом мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok